Привет! Меня зовут Карр. Мы сейчас находимся на Босково Бейс Оупен Эйре, посвященном 40-летию Останкиской башни. Здесь порядка 40 участников, здесь куча прессы, великолепная погода, и мы совершаем офигительные прыжки. Точка, с которой мы выполняем наши прыжки, находится вон там вот. Это стрела 15-метрового крана, который находится над смотровой площадкой башни Останкина. Высота порядка 360 метров. Это выше, чем любой объект в радиусе 500 километров от Москвы. Сегодня мы покажем к 40-летию Останкинской башни фестиваль бейс-джампинга. Объект для прыжков просто идеальный. В 2004 году она была отличным объектом, а сейчас просто идеальный, потому что в ней починили лифты. Больше не приходится бегать пешком. С точки зрения именно технических характеристик для прыжка, башня опять-таки тоже объект идеальный, потому что присутствует огромное нависание, то есть порядка 15 метров, что уже само по себе делает прыжки безопасно. А во-вторых, высокий объект. Другой такой возможности так просто хорошо и интересно попрыгать, как башни нету. Смотрите далее. Останкинская башня принимает поздравления от бейс-джампера. Сказать, наверное, ничего не могу, потому что все равно непонятно будет. Могу же сказать про свой парашют. Это мой любимый парашют. Это мой единственный парашют. Этот парашют спасает мне жизнь. Уже 250 раз это сделал. И продолжает выполнять свое предназначение более чем хорошо. Далее в программе. Самый высокий экзит Москвы вновь открыт. Я не считаю, что этот спорт может стать массовым, но, то есть там, что им будут заниматься миллионы, что миллиарды детей будут ходить в магазины покупать себе парашюты, такого, конечно, не будет, там, как, например, с сноубордом. Вот. Но, тем не менее, количество людей, которые прыгают за последние годы, увеличилось просто в разы. Все потихоньку развивается, потому что, как бы, спорт уже, в общем целом, признан безопасным. До тех пор, пока человек забыться о своей жизни и здоровье, все проходит хорошо. Далее в программе. Фестиваль Moscow Base Open Air. Мы находимся в лифте, в суперскоростном лифте. Вы можете посмотреть на счетчик метров. Мы делимся со скоростью метров, наверное, 10 секунд. А здесь находится схематическое изображение башни. Вот на данный момент мы доехали до отметки практически 80 метров. В общем, после перестройки здесь много чего поменялось. Мы находимся на отметке 365 метров. Это кран Останкинской башни. Отсюда мы совершаем свои головокружительные прыжки. 40 российских бейс-джамперов отметили юбилей самого высокого московского бейс-объекта Останкинской башни ударными прыжками. Ты на пересечный перекресток, мы на антенну. Все. Готовы? Рэдди, сэп, гоу! Ты стоишь, и если нет ветра, то вокруг тебя тишина полная. Ты прыгаешь в полной тишине, в полном вакууме. Нет сопротивления. Нет звуков вокруг. А потом они появляются. По мере твоего ускорения происходит такое прям... А если ты прыгаешь в группе, вообще такая трансформация происходит в сознании. Ты относительно партнеров по прыжку неподвижен. Вы вместе падаете, а в то же время вы приближаетесь к земле. И вот это вот боковое, периферийное зрение и перспектива движения, там, горизонт перемещения, вертикаль. Это просто... И время, как будто оно останавливается в этот момент. Здесь максимум позволить, может, 9 секунд падения, но эти 9 секунд, они превращаются в какую-то бесконечность просто. С утра бейсеры планировали установить рекорд Гиннесса, одновременно прыгнув с двух московских зданий – Останкинской башни и башни делового комплекса «Федерация». Но вмешалась капризная осенняя погода. С утра была погода плохая? Висела очень низкая облачность, тьма, было ничего не видно. С земли не было видно Эгзит. С Эгзита было видно только такое молоко белое. Это совершенно неинтересно, потому что не видно, что это Останкино. То есть прыгаешь куда-то, а как бы, что это Останкино, непонятно. А потом облака раздуло, появилось солнышко. Там стало тепло очень на руку, очень такая душевная атмосфера. И прыгать захотелось тут же. Первый фестиваль бейсджампинга прошел в Москве в 2004 году. Увенчались успехом более чем десятилетние попытки получения разрешения на выполнение прыжков с Останкинского шприца. Прыжки для меня с этой башни – это возможность попрыгать в родном городе, на одном из самых замечательных объектов, которые здесь есть. Возможность увидеть, пообщаться с кучей друзей и знакомых. Просто получить удовольствие. Мне нет ничего такого, она ничем не отличается. Довольно простой и безопасный объект. Просто он некий символ, который у всех на виду. И самый высокий экзит в Москве. Абсолютно безопасный, с шикарными площадками приземления. Для прыжков использовался так называемый технический балкон на высоте 367 метров. Мало объектов, которые настолько высокие. Мало объектов, которые настолько высокие, при этом находятся в городе. Практически нет объектов, которые высокие, в городе и с них еще прыгать можно. Поэтому у нас сегодня совпало сразу много всяких моментов. Вот они сегодня нас всех сюда привели. Не всегда удается прыгать в горах. А на тех зданиях, антеннах и мостах, которые доступны в повседневной жизни, редко написано «Добро пожаловать, господа парашютисты». Я считаю, что это вообще хорошая практика, когда хозяева объекта или какие-то ответственные лица идут навстречу нам. Потому что нам, в принципе, бывает сложно доказывать свою, скажем, компетентность в нашем виде спорта, свою подготовленность, адекватность. То есть объяснить действительно, что это относительно безопасно. Но, скажем так, это не опаснее, чем многие виды деятельности, которые постоянно рядом с нами, но мы не обращаем на них внимания. Очень хорошо, что в очередной раз создан такой прецедент. Я думаю, что это пойдет на пользу всем на самом деле. Кто хотел, крутил акробатику. Счастливые обладатели винг-сьютов летали, как птицы. И почти все выполняли групповые прыжки. Вот. Первый прыгает ровненько. Первый заход. Второй кто во что гораздо, а третий, может быть, бигвей какой-нибудь. Так или иначе, все равно появляются люди, которые, бессоря в голове, как бы, начинают... Даже я бы не сказал, что они начинают прыгать быстро. То есть люди делают, там, некие единичные прыжки, которые выглядят, ну, скажем так, ни удовольствия не получил, ни по службе не продлинулся. Это и некрасиво, это страшно для зрителей, это страшно для самого перформера. Причем страшно не в смысле, есть какой-то там мандраж, там, что-то такое. Это просто выглядит, как человек с пассием. Ну, вот. Поэтому... То есть я не думаю, что если вот такие вещи будут проводиться, как бы, официально, легально выступать люди, которые имеют реально соответствующую подготовку, это, ну, только на пользу нам, на самом деле. В Москву Бейс Оупен Эйр приняли участие бейсеры с большим опытом и количеством прыжков, ответственно подходящие к организации и технике безопасности. Для меня прыжки со Останкинской башни – это, прежде всего, очень длинный путь вообще в этом спорте. Нереально просто начать прыгать бейс и сразу сюда попасть. Это, ну, в каком-то смысле такая въеха в моей карьере бейсовой. Я сегодня счастлив просто, что я здесь. Бейс-джампинг – перспективный и зрелищный вид спорта. Спортсмены, организаторы и зрители надеются, что Москов Бейс Оупен Эйр станет ежегодным. Хорошо, что традиция продолжается, на самом деле. Перерыв был достаточно большой. В предыдущий раз мы прыгали отсюда в 2004 году. Ну, приятный подарок осенью. Как же ты? О, Лёха, повис. Я вам ещё покажу. Как бейс-джампинг становится спортом. Ну, что вам ещё рассказать? Ну, спрашивайте, спрашивайте. А то, блин, журналисты не спрашивают ничего. Мы теперь без вопросов не работаем. Всё. Дубль первый. Нет? Сейчас, знаете, хорош, вырубит камеру. Вот лампочку выключи. Я тебе говорю, 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 лампочку выключи.